Дворцу водных видов спорта принимать соревнования самого высокого класса не в новинку. Метри дня сильнейшие пловцы Беларуси, в том числе настоящие звезды европейского и мирового плавания, соревновались за возможность отобраться на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в декабре в Китае. Уже 9 человек национальной команды отобралось для участия в чемпионате мира. Среди них и Анастасия Шкурдая. Несмотря на то, что она не выступала на этом чемпионате, но те результаты, которые она показывала в течение текущего года, дали возможность выступать как в батерфляе на спине в комплексном плавании на чемпионате мира. Короткая вода – это дорожка длиной в 25 метров. На дистанции в 50 метров пловец делает один поворот и 59 на полутора тысяч метров. Поэтому успех и победа здесь во многом зависят не только от техники плавания, но и от владения техникой поворотов. Соревнования на короткой воде – это как два разных вида спорта. Показывать одинаково высокие результаты на короткой и длинной воде способен не каждый пловец. Пределенных задач мы не планировали. Это проходящий старт, так как мы готовимся на длинную воду, а это короткая. Естественно, какие-то элементы немножко не получились, но в принципе в целом результатами я довольна и идем дальше. Сейчас мы готовимся к чемпионату Европы в городе Глазго, Шотландии, который пройдет в августе месяце. Удачным получился сезон для гомельской спортсменки Алины Змушком. Ранее спортсменка выполнила норматив на длинной воде и отобралась на чемпионат Европы в шотландском Глазго. На нынешнем чемпионате на дистанции 100 метров брасом пловчиха не только завоевала высшую награду, но и установила национальный рекорд Беларуси – 1 минута 7 секунд. Такие секунды быстрые, но хотелось бы выполнить отборный чемпионат мира, который будет зимой в декабре месяце. Ну, немножко не получилось, но есть и хорошая положительная эмоция. Это рекорд все-таки была попытка уже выполнить, но это уже вторая попытка, и она удачная была. К сожалению, по итогам чемпионата в общекоманный зачет брещане не попали. Победу праздновала сборная Минска, значительно опередив ближайших преследователей из Гомельской и Минской областей. Елена Шова, Павел Малышов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.